Всем доброе утро, всем хорошего настроения, передаю вам лучики, хорошего настроения, всем-всем, я опять со своей прической, и да, после того, как я с вами поздороваюсь, я покажу небольшой ролик, как я ее сделала. Я надеюсь, вам пригодится, и вы, может быть, тоже будете делать такую прическу а-ля подяновски, я решила, что это будет прическа примерно через день, и это будет типа моей фишкой, типа прической, которую я буду чаще всего делать. В общем, я сейчас собралась, собрала все свои манатки, еду к маме, еду пораньше, чем Лешу, Лешу просто будет дела, поэтому он поедет немножко позже, но он тоже приедет, думаю, на ужин он успеет, не знаю, завтра у нас игра, кстати, очень серьезная. Ну, я, короче, полная боевой готовности, я готова идти покорять город, очень классная там погода, опять солнышко, еще чуть-чуть, и все, и вообще, я вот два дня осталась до весны, я так радуюсь, прямо, знаете, какое-то, как настроение, да, человека зависит тоже от погоды, от времени года, я вот весна, лето, да и осень даже, вот раннюю осень я люблю, а вот и зиму я люблю, да, в принципе, я всю люблю погоду и времена года, они все красивы, все по-своему у них, по-своему они прекрасны. Что ты там такое умное несешь? Иди сюда. Что ты там такое умное опять несешь? Всем привет, доброе утро. Как тебя поймать? Эх, никак. Как дела у тебя? У меня отлично. Почему не могу? Вот такая будешь. Смотри, я красивая, ты нет? Ты без прически, без макияву. Как ты без прически? Ты не красив? А, да, извини, ты красивый. Ну, ты начинаешь сразу. Я злая, да? Очень злая. Как тебе мой образ? Мой образ? Как мочу какой-то зачитан. Мой образ. Так, застынь на секунду. О, это будет на превью. А что это там такое у тебя? Нет. Ой, что это? Сетка какая-то. Пойдем сегодня вам с тобой посидеть? Нет. Вот там, где я вам вчера показывала видео, я хочу туда пойти. Нет. Ты чего меня лупишь? Нет, не хочу. Ты чего не знаешь? Он меня бьет. Я не сбиваю. Что-то как-то тебе вернулось и красиво. Да, я не поняла, как повернуть. Ты беж камеру с собой беру. Ты бинь. Такие дела. Сегодня она едет к родителям. Ура, ура, да? А я просто есть. Ой, сейчас уезжаю. Это как вкусня начинается. Это деловой. Ай, волосы вкус. Ну, ничего страшного. Тихо. Ты будешь скучать? Нет. Конечно, нет. Чего я сейчас поражаю? Ой, ты доверил. Да не жила. Да что, тут все, это нечего. Ты почти, все. Диана собирается, вы собираетесь вместе с ней. Да, все, поболтаем уже у мамы или на улице. А Лешка потом же с вами поболтает. Играет музыка. Продолжение следует... 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 бакенбардами. Друзья, уже поздняя ночь. Папа сегодня ударил. Я ему ещё ноготь накрасила, но... Один. Никому не говорите. Башон не согласился. А настоящий мужик только на один согласится. Да, посидели? Да. Потому что мне нужно сейчас пять будет, потому что мы рано сдавать на работу. Ну да, скоро пойду я на работу завтра. Буду монтировать у меня с мамой там планы. Ну а с мамой планы, а мне завтра. Пока. Простите. Что-то меня уже рубит. Мне завтра, во-первых, на работу, потом в университет, потом футбол, полуфинал, потом стрижка. Короче, куча-куча-куча всего. Ты развёшь с собой всех куда-нибудь? Нет, а мне не на что снимать. Я с фотоаппаратом не буду тягаться. Большое. Ага, всё же. Ну, тягался. Я и сам никогда в жизни не тягался там. Нет. Ну, на стрижке. Либо ты снимал, а либо Володька. Сам боишься? Да. Да, причём это неудобно, как я буду с тридцать и сниматься одновременно. Угу, в этой всей фигне. Поэтому, к сожалению, уже девосёка, когда приедет, она уже поводим вас чуть-чуть. Мы сегодня блинов обедались. Мама говорит, на Руси кукцы раньше умерли от того, что переедали блинов. Да. Так страшно, ну, знаете, ужас какой-то. Подняли, да, кстати, подняли тут такие идеи, не идеи, точнее, верования, да, в том, что в домовых. В домовых. Да, кто в домовых, кто что верит. Диана тоже сидела перепуганно. Я боюсь это всё тем, где именно домов. Отец там чуть-чуть выпил и начал тут рассказывать всё о том, что на кухне постоянно домовые, постоянно домовые, шоркаются. Ну, знаешь, меня когда-то я, извините, перебила, я когда училась в Кировске ещё, когда жила, мне подружка моя лучшая на тот момент рассказывала, как у меня на кухне постоянно гремели шкафы. Там прям вилки вылетали, там капец было. Они как-то сидели в зале, это днём уже было. Они сидели с мамой в зале, смотрели телевизор, и в один момент начало на кухне такое твориться. Когда пришли, всё было так вот просто раздросано. Ну, я, наверное, немножко скептик. Я, как бы, сегодня уже попытался об этом сказать, но... Откуда вообще пошёл поедет домов? Домовы? Это ж, по-моему, что-то из язычества. По-моему, да. По-моему, это что-то из язычества, то есть это не... ну, понятно, это не религиозно. У меня есть такое небольшое, как бы, небольшое мнение по поводу этого. Вопрос в том, что вот люди, я, как бы, не атеист, я больше агностик. Агностик. Да. Не больше, я агностик. Вот, есть такой момент, что люди, там, у нас, там, православные люди, да, там, верующие, всё верят в Бога. Вместе с этим, там, верят в домовых. Вместе с этим верят в инопланетян, в жизни на других планетах. Вон, как деваська, она и в Бога верит, и в инопланетян, и в домовых. Да, во всё верят. К тому же, да. То есть, ну, у меня такая теория, ну, как бы, нельзя верить во всё вместе. То есть, там, как бы, одно исключает другое. Если ты веришь во всё, ты не веришь в ничего. В детстве постоянно у меня своя детская Библия была. У меня мама была очень набожна, и бабушка набожна. То есть, и, как бы, я читал и взрослую Библию, и детскую Библию наизусть. То есть, ну, там, как бы, мир единственный. Вот наша планета Земля. Всё. Поэтому, ну, я думаю, это, как бы, взаимоисключающие. А какие-то языческие отсылки к тому же домовым, ну, я думаю, это понятно. То есть, язычество и христианство не могут, как бы, пересекаться. Ну, мне так кажется. Ну, конечно, но были совсем другие Боги. Хотя многие, ну, грубо говоря, там, многие верят и в то, и в то, и в это. И даже не задумываются о том, что, ну, как бы, оно всё взаимоисключающее. Я начала задумываться только когда мне, Лёша, сразу начали быть вместе. То есть, как бы, понятно, человек должен на что-то верить, да? Ну, агностик, там, может, кто-то не знает, что это за матюкливое слово. Это я, как бы... Агностик – это человек, который не отрицает существование, там, Бога, дьявола, ну, любой религии. Ну, то есть, он верит в то, что доказать это никто не может. Поэтому это равносильно, что, ну, как, 50 на 50 может существовать, может не существовать. Самая удобная позиция, на самом деле. Ну, на самом деле, да, возможно, это немножко эгоистичная даже позиция. Ну, в современном мире всё больше агностиков, потому что, как бы, доказать это никто не может. Вот реально доказать никто не сможет. Существует кто-то не существует. Поэтому, ну, удобная позиция, да. Агностиков, наверное, чаще даже относят к сомневающимся. Ну, да. Ну, это такое. А когда ты верил в Бог? Ну, такое, что ты верил в Бог? Ну, в своё время, да. Ну, да. Когда-то в своё время, там, до каких-то событий я верил. Акомуша, аудяна, все щеки круглые. Убери волосы. В общем, как в общем, в общем-в общем. Посидели, пообщались, посмотрели фотографии, поужинали, блину объелись. А ты сам бы не ел блиной. Почти все съел с этим бананом. Мне лишь, в тебе не эти бананы, с шоколадами, с бананом, да. Шоколад и банан. Что ещё надо? Что ещё нужно от жизни? Папе футболка не подошла. Да, Девисек не угадал, а у отца размер XXL. Я как, я типа угадала два, самый большой размер. Но у нас был еще больше. Это был недостаточно большой размер. Девисек, чтобы ты понимала, на мне сейчас футболка XL. Есть разные все равно размеры. Вот это европейский XL. Есть резко, которое мне здоровенное. Есть резко, которое мне маленькое. Девисек, это размеры сейчас основные европейские. Ладно. Нет, не европейские, они как-то по-другому называются. По-моему, европейские. Ну, короче, сейчас принят какой-то один стандарт по размеру. Ты решил какую-то будешь делать стрижку? Я не знаю. Дай придумать тебе стрижку. Такой. Такой. Ну, с чулкой. Или какой-нибудь ёжик. Или вообще тебе на нос. На нос. Ау-е, фартумасти, ау-е. О май гад. О май гад. Не надо. У меня нос будет сильно выделяться. И глаза будут постоянно печальны. Да. Сэт. Сэт? Why so sad? Давай тебя попросим блондином. Эмином. Ты тоже смотришь на себя? Нет, я теряюсь. Тут камера или тут камера. Вот. Ну, я просто не теряюсь. Вот так, друзья, заканчивается очередной день. А это мне надо говорить. Да. Не надо. Ладно, друзья, увидимся хоть завтра. Да. Спокойной ночи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok